Микс Ньюс. Радио «Болтком». Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. А сегодня с нами на прямой связи российский режиссер Юрий Карра. Юрий Викторович, здравствуйте. Добрый день. Юрий Викторович, ну вот в вашем фильме «Завтра была война», когда искра, убежденная комсомолка, влюбляется в творчество Есенина. Которого не приветствовали в СССР и в партии. Ну, не случайно не приветствовали, так как через его поэзию люди начинали думать по-другому и смотреть на мир. Вот как вы считаете, почему в этой повести, по которой вы сняли картину «Завтра была война», почему именно Есенин был выбран из нежеланных авторов для компартии? Почему там не Ахматова или Пастернак, например? Ну, наверное, все-таки автору Есенин был ближе. И, в общем-то, об остальных вещах. Борис Васильев, который был ровесником тех ребят, о которых он писал, это его одноклассники. Он вообще говорил, что, так сказать, вот это его поколение, 24-26 года рождения, оно первым ушло на фронт. И молодые ребята, горячие, бросались под танки, первыми шли в атаку, и их, к сожалению, осталось всего 3% после войны. Сам Васильев был тяжело ранен, и его вот выходила медсестра, Зоря Альбертовна. Но вот характер Искры как раз он списывал с жены. А те фразы, которые, так сказать, поначалу вдалбливались искре, вот это коммунистическое воспитание о том, что Маяковский есть и остается наш лучшим советским поэтом, или что СССР оплот, значит, всего остального. Он просто брал такие, как бы, лозунги, которые действительно вдалбливали молодежи. И они их цитировали. А вот уже, так сказать, действительно Есенин, он заставлял и думать, и чувствовать. Потому что, ну, вы видели, если фильм, то на самом деле растили каких-то бесполых работников, у которых вместо сердца пламенный мотор, которые ни чувствовать, ни любить, никаких земных радостей не могли себе позволить. И, конечно, Есенин очень чувственный, очень нежный, очень трогательный поэт, который как раз вот мог разбудить девичью душу, ну, вообще, так сказать, душу человека. И, наверное, поэтому он как раз тут и противопоставлен Маяковскому. Ну, вот вы сказали о том, что как раз растили таких людей, где вместо сердца пламенный мотор. Ваш фильм ведь начинается с такой сцены, когда девушка перед зеркалом, это достаточно такая красивая эротическая сцена. Вот это была попытка опровергнуть вот эту историю, что, ну, может быть, как-то вот эту коммунистическую идеологию, и, в общем-то, принято, когда тогда принимали вот такие формы, что эротики практически не было, и в кинематографе тоже. Ну, тут даже не в эротике дело, а в том, что, действительно, девушка повзрослела за лето, у нее округлились формы, появилась грудь, поскольку, действительно, не в школах нигде. Ну, сейчас много всякой литературы, даже перехлест часто вот в этом воспитании, в объяснении. Девчонка просто не то чтобы испугалась, но она как бы не понимала, что что с этим делать, потому что, на самом деле, даже повесить зеркала в школе, если вы дальше помните фильм, это была проблема, что кокоток будем растить. И, то есть, вот самые обычные человеческие чувства подавлялись. Это, действительно, вот собирались вырастить этих строителей коммунизма, без полых, без, я не знаю, без каких-то человеческих чувств, без черт, и, действительно, не готовых ни к любви, ни к жизни, ни к каким стремлениям, вот только работать на благо коммунизма. Да, но не человек, а гражданин, в первую очередь, как там говорилось. Ну, или, может быть, так, ну, называлось и строитель коммунизма, там, кодекс строителя коммунизма, который во многом был списан, конечно, из христианских заповедей, но перевернули это, что, дескать, это вот и строителю коммунизма должно подойти. Ну, вот в 87-м году он же подвергся цензуре, фильм, да, когда вы его сняли. В чем была причина? Ну, дело в том, что вот он оказался практически первым фильмом, который рассказывал вот о сталинских временах, о репрессиях, об арестах. До этого, как бы, вроде бы Сталина не хаяли, но и об этом категорически запрещено было говорить. И то, что мой фильм вышел, конечно, были к тому такие причины, что, я знаю, некоторые режиссеры хотели тоже снять, но им в Госкино тогда сказали, нет-нет-нет, это не та тема. А я снимал это по разрешению моего мастера Сергея Павленовича Герасимова, которому фильм и посвятил первый титр. Это как дипломный фильм, который не должен был выйти в большой прокат. И, в общем-то, поэтому сначала смотрели сквозь пальцы. Но когда мы сняли такой сильный, мощный полнометражный фильм, действительно собрался совет в Госкино. Там, я говорю, как вот «12 апостолов» и главный редактор Армен Николаевич Медведев. Каждый из апостолов стал редактором и объяснил, что этот фильм выпускать ни в коем случае нельзя. И каждый придумал свою причину. Вот «12 причин» было. Но, к счастью, Армен Николаевич Медведев, который уже, так сказать, очевидно знал, что перестройка идет, перестройка в умах, сказал, я считаю, что выпустить надо. Ну, пока вот эти все разборки шли, буквально еще... Ну, он в 86-м году был готов, а вот это происходило, а вышел уже только в конце 87-го года. И тут же из антисоветского превратился в советский, потому что там мне вручили золотую медаль имени Александра Довженко как за лучший фильм на геройко-патриотическую тематику. Ну, вот в фильме, когда арестовывают директора завода Люберецкого, точнее, отца Вики, по подозрению его арестовывают, в этот момент звучит отрывок из цикла «Времена года» Вивальди. Вот почему выбрали Вивальди? Ведь на протяжении фильма звучит музыка 30-х годов, то есть советские песни. Ну, советские песни характеризовали как раз действительно то время. А Вивальди, ну, мне тоже показалось, как и Есенин, что это действительно... Там ведь, вот если вы внимательно посмотрите, очень много всяческих режиссерских приемов. Ну, во-первых, действительно, черно-белая вот эта, ну, стилизованная, правда, потом напечатанная под старую фотографию, сепию, жизнь советскую. Ну, дело в том, что, как сказал поэт, времена не выбирают, в них живут и умирают. И как бы молодость все равно прекрасна, и некоторые сцены, праздники я все-таки снял в цвете. Так же, как и то, что когда Искра приходит в квартиру Люберецких, вот там тоже снято в цвете. Причем камера тоже. Вот у нее дома, когда она с матерью разговаривает, Искра, камера абсолютно статичная. Для них, вот, закоренелых коммунистов, все, как бы так сказать, остановилось. Они в своих идеях остановились, и ни вправо, ни влево. А как раз камера, которая в квартире Люберецких, она постоянно движется. И то есть, как бы движение, жизнь. И вот эта музыка, которая, ну, не знаю, мне на душу легла больше всего, вот, как показалось, что именно интеллигентного человека, вот, музыка Вивальди могла характеризовать. Ну, а когда вы снимали этот фильм, у вас было ощущение, что он станет, ну, в какой-то степени вашей визитной карточкой, что этот фильм станет таким знаковым для вас? Ну, в общем-то, когда я начинал, еще только Сергей Пайнаевич был жив, и, в общем-то, нельзя было эту тему трогать. Я как-то сказал, что, говорит, Сергей Пайнаевич, вот, как бы, все-таки, снять фильм по повести Бориса Васильева, но, как-то, так сказать, хитро обойти тему, он мне очень сразу жестко сказал, хочешь снимать? Снимай честно и прямо. И я так и снимал, в общем-то, даже, может быть, не надеясь на то, что фильм выйдет, но так получилось, что в 48 стран его купили, я получил главные призы во Франции, в Испании, в Польше, ездил и в Японию, и в Америку, то есть, как бы, весь мир он заинтересовал этот фильм неожиданно, и, может быть, именно потому, что он очень искренний. И, ну, знаете, как Васильев говорил, что это объяснение в любви своим одноклассникам, а мы, как бы, сняли объяснение в любвитому поколению, которое практически все погибло, 3% всего осталось в живых, но благодаря которому мы живы, поскольку фашисты не собирались оставлять ни евреев, ни цыган, ни славян в живых, и в лучшем случае мы могли бы быть только рабами. Ну и что чувствует режиссер, когда он снимает фильм, снимает картину с ощущением, что ее, возможно, никто никогда не увидит? Вот что вы чувствовали тогда, или вы об этом не думали просто? Ну, вообще-то, я узнал, что все-таки на каких-нибудь в ГИКовских фестивалях это была моя дипломная работа, то есть, как бы, я хотел получить диплом кинорежиссера. Ну и, в общем-то, мне поставили 5 с плюсом на защите, но возникла, опять же, история такая, что я попал в роль, сказать, героини Вики Люберецкой, поскольку тогда произошел такой пятый съезд, и на нем низвергли всех классиков Бондарчука. Сергей Полинарич умер к этому времени, но когда увидели там на студии Горького, когда я сдавал фильм, что фильм посвящен Сергею Полинаричу, мне сказали, Климов, который я сейчас тогда, он тебя не простит, убери это. И я попал в положение Вики Люберецкой, когда я должен был предать своего духовного отца но я этого не сделал, сказал, нет, если фильм выйдет, только вот с этим титром. А он так и вышел, и моему мастеру он посвящен. Ну вот, Юрий Викторович, а при съемке фильма «Мастер и Маргарита» вас сопровождали такие таинственные и довольно знаковые события. Очень много было трудностей там на съемочной площадке, потом вы рассказывали, как машина у вас доглохла прямо недалеко от нехорошей квартиры. Вот вы верите в эти знаки, не испугались тогда? Ну, может быть, молодой был, еще не такой опытный, и не понимал, насколько это серьезная тема и как можно от нее пострадать. Я действительно с детства любил, ну, как с детства, мне первый раз в 14 лет дали на одну ночь прочесть печатный вариант романа «Мастер и Маргарита» за ночь, ну, в 14 лет прочел, и все эти ведьмы, которые там летали, Ешу на кресте, все, что происходило, так перемешалось, но оставило неизгладимый след в моей душе, что я потом тоже, как бы, лет в 18, ну, не сам перепечатал, мне перепечатали, потому что книжку можно было купить только в валютной березке за валюту, а для обычных людей она не продавалась. Поэтому только вот печатный вариант, и с него я действительно уже потом снимал, и просто я как-то знал, что тот же Климов собирался снимать, потом мне сказали об этом и Рязанов, и Ролан Бойков, и Наумов, и Полока. Ну, вот так получилось, что я подумал, что почему мне не сделать свой вариант, и я не настаиваю, что это, как бы, так сказать, всеобъемлющий вариант. Ну, во всяком случае, когда Альфред Шнитке посмотрел материал, а он уже 10 лет не писал для кино, он считал, что кино — это просто заработок, и ушел в чистую музыку. Но когда посмотрел, он говорит, я вот 73 фильма написал музыку, и вот с удовольствием напишу, потому что вы сумели сохранить именно стиль романа, его, ну, вот, так сказать, многоплановости. Главное, что вы сохранили дух романа. И, в общем-то, это было очень ценно и, конечно, приятно. Но все-таки эти знаки, которые вас сопровождали, что они для вас значили? Или вы тогда о них не задумывались, а уже позже анализировали? Ну, да, я уже позже анализировал, потому что, допустим, действительно, когда вначале, ну, как бы мне сказали, что не хватает денег на поездку на Святую Землю снимать, там, где это происходило, историю Иисуса, историю, значит, которая с Пилатом произошла, мы в Судаке построили декорацию, пристроили ее, значит, к крепости, мне пригнали пять тысяч массовки, солдат, верблюды, ослики, ну, все, так сказать, чтобы создать антураж древней иудеи. Но случилось так, что ангел-хранитель романа, он, как бы, так сказать, воспротивился, и случилось все, чтобы там не снимали мы это. Выпал снег, вообще, ближе, что никогда в Судаке не было, не привезли пленку, и ушел с картины, и оператор сказал, что он не готов еще снимать. Но я, так сказать, все равно настроен на съемки был, еду в Москву, нахожу Владимира Корюка, лечу к нему, мне только там выдали из Госкино новую «Волгу» 2410, и вдруг она у меня рассыпается, новая «Волга» на Садовом кольце, я выхожу и с ужасом вижу, что как раз это, ну вот у дома, 10 бис по Садовой, там, где нехорошая квартира, описанная Булгаковым в романе, я так понимаю, что это тот знак, через который мне невозможно переступить. Я прихожу к продюсерам, говорю, что нужно снимать только на святой земле, они, как, столько денег потрачено уже в Судаке, мы тогда меняем режиссера. Говорю, меняйте. Я, если буду снимать только на святой земле, но, на мое счастье, никто не то, чтобы не согласился, я знаю, Рязанов хотел снимать, но, на мое счастье, он находился в кругосветном путешествии на яхте. И, в общем-то, они поскрипели-поскрипели зубами, и мы начали снимать в Израиле, на святой земле, и, может быть, это самые удачные сцены фильма. Да, у нас есть звонок, сейчас радиослушатель на линии. Здравствуйте. Добрый день. Да, слушаемся. Юрий Викторович, вы же человек из Донецка, можете сказать пару слов о правительстве, которое в Киеве сидит, и об АТО, о войне. Да, Донбассе. Спасибо. Спасибо вам. Ну, вот так вот, зритель, перекинул мостик от мастера Маргариты к современной политической действительности. Вот как прокомментируете? Ну, я действительно родился в Донецке, потом вот 17 лет поступил в институт Стали и Сплавов, потом в Авгик, и, как бы так сказать, с 17 лет жил и работал в Москве, но родину не забывал, и там друзья школьные, родственники остались. Конечно, очень обидно, что, так сказать, с ними не хотят разговаривать, с Донбассом, что только подчинить, только силой оружия, только вот, хотя весь мир удивляется, как же так, Соединенные Штаты, Германия являются федеративными государствами, разделенными на Штаты или на земли, и тут тоже можно было найти спокойный выход для того, чтобы каждый регион имел какую-то самостоятельность. Ну, вот, к сожалению, то правительство, которое в Киеве, понимает только язык силы, и, правда, и получает за это, но, конечно, хотелось бы, чтобы, наконец, наступил мир, и, конечно, когда слышат, что в Сирии возвращаются беженцы, то очень многие уехали и в Киев, и в Москву, и в Польшу, и в другие страны. И, в общем-то, хотелось бы, чтобы эти беженцы, потому что они мыкаются сейчас без квартир, без работы, по специальности, чтобы они, так же, как и сирийские беженцы, имели возможность вернуться. Очень бы хотелось, чтобы конфликт, наконец, был разрешен и остановился мир. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Лариса, я хотела опять вернуться к мастеру и Маргарите. Лариса, перезвоните, пожалуйста. Мы плохо вас очень слышим. Еще раз наберите номер нашего телефона. Я, кстати, напомню, для наших слушателей номера телефонов 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, присоединяйтесь к нашему разговору. Ну вот я хочу вернуться к мастеру и Маргарите. В интерпретации Дмитрия Быкова этот роман Булгаков писал для одного конкретного читателя, для Иосифа Сталина. Вот как вы, во-первых, оцениваете эту интерпретацию и вкладывали ли вы какой-то смысл именно в свою экранизацию с учетом вот таких мнений? Ну, мнение Дмитрия Быкова для меня не является авторитетным. Он тут у меня взял фильм «Королев», списал сценарий, получил деньги за книгу. Говорили, что я там даже обозначен как продюсер. Но, в общем-то, обманули меня вместе с издательством. Вот. И, конечно, Булгаков писал для всех. Другое дело, что он действительно поначалу хотел провести параллели, то есть, истории Христа и Пилата, и также, так сказать, Сталина и мастера художника. Но потом я читал все его предыдущие записки и понял, что у него произошла эволюция. То есть, он понял, что настолько эта история Христа и Пилата самоценно, что не нужно в нее ничего подмешивать. И это отдельная история, но некоторые там и в сериале тоже попытались смешать мастера и Ешу. Это большая политическая ошибка со стороны Булгакова. Он это не имел в виду. Он имел в виду историю в результате художника и власти, но не конкретно, так сказать, Сталин у него получился. А на самом деле это действительно была Библия нашей интеллигенции, потому что, с одной стороны, это буквально единственный роман, который говорил, что Бог есть, но Булгаков доказывал это опять же шестым доказательством Канта, что если вы верите в Бога, то вы должны верить и сатану. То есть, как бы, есть плюсы, есть минусы, светлое и темное. И то есть, не только это, но и то, что, так сказать, действительно в наше время очень тяжело было художнику говорить правду. И он был очень унижен, так же, как Булгаков, который писал, что я, говорит, словами мастера, мечтал посмотреть еще в молодости весь мир, а оказалось, что вот живу в этом драном халате, вот, впадывали. Так же, как и Булгакова, не выпустили за границу, хотя он просил, хотел посмотреть действительно мир, но вот так вот и прожил здесь, так сказать, замкнуты свои квартиры. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, буквально несколько минут прервемся, потом вернемся и продолжим наш разговор. Режиссер Юрий Карл у нас на прямой связи, оставайтесь с нами, вернемся и продолжим принимать ваши звонки. Мы продолжаем это программа Абонент Доступен, в студии работает Анна Смирнова, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. А сегодня на наши вопросы и на ваши вопросы в программе Абонент Доступен отвечает российский режиссер Юрий Карл. Юрий Викторович, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Юрий Викторович, телефон на прямого эфира, я напомню, 672-12-93-9 и 672-13-93-9 звоните, присоединяйтесь, задавайте вопросы нашему гостю. Юрий Викторович, как вы относитесь с таким художественным фильмом, которые вот ломают привычный стандарт в обществе, так можно сказать. Вот сейчас я имею в виду резонансный фильм Матильды, да, режиссера-учителя, который массу протестов вызвал со стороны православной церкви, так как Николая Романова причисленного к лику святых в фильме показали каким-то просто прелюбодейником. Вот какое у вас отношение к этому фильму и к таким подобным фильмам вообще? Ну, конечно, это очень деликатная тема, когда ты рассказываешь об исторических деятелях и, конечно, художник имеет право на свой взгляд, но он не должен оскорблять ничьих чувств. То есть это должно быть все равно, на мой взгляд, достаточно деликатно. И вот по своему примеру расскажу, что у меня действительно в 2005 году позвонил Алексей Архипчлеонов, наш космонавт, и сказал, что вот приближается столетие Сергея Павловича Королева, мы тут выбирали долго, какой режиссер мог бы снять об этом, и вот еще раз пересмотрели твой фильм, завтра была война, приглашаем. У меня есть такие данные, а его действительно, как он был репрессирован и так далее, и, в общем-то, только мне и Гагарину он как-то в ночь все это рассказал. Действительно, потом по воспоминаниям Алексея Архипчлеонова и дочери Сергея Павловича, мы написали сценарий очень деликатный, я считаю, и достоверный, потому что вот сейчас тоже и о космосе фильмы вышли, ну вот те космонавты говорят, ну не долбите вы в Салют-7, ну не было там у нас такого в космосе с молотом, и тем более вот американцы нас показывают тупыми, там вот этот как-то фильм «Армагеддон», что ли, или как-то он назывался, где наш космонавт в шапке-ушанке и только русский герой Лев там был такой, да, я помню. Да, и тут тоже, говорят, что же вы своих-то нас показываете такими дебилами, нет, вот ради, так сказать, какого-то красивого кадра снимают просто ерунду, ну как бы сами себя обливают грязью. То же самое и с Матильдой. На самом деле, возможно, так сказать, это была история, но во всяком случае поначалу я видел какие-то кадры действительно могли кого-то оскорбить, но он там бедный режиссер, я знаю, несколько редакторов они и так уже чистили, так вычищали, чтобы осталось только очень, не знаю, ну абсолютно без всяких, ну чтобы придраться невозможно было, а вот хотелось бы авторскую версию посмотреть, на самом деле, что они там снимали, потому что те кадры, которые были вначале, они были очень, скажем так, смелыми. А если все-таки посмотреть на ситуацию с точки зрения автора, должен ли он идти на поводу у определенных групп, ну например, у православных верующих, которые считают, что их чувства могут быть оскорблены, или все-таки автор, режиссер должен делать то, что он считает нужным, и то, что он считает правильным? Вот как вы считаете? Ну видите, эта вещь опасная, вот голландский, по-моему, режиссер Ренуар, или как фамилия, он что-то о мусульманах не так снял, и в результате его убили, то есть это же такое дело, что, в общем-то, может и закончиться печально, то есть ты должен понимать, что если ты кого-то оскорбляешь, то ты получишь что-то в ответ, и в данном случае, конечно, но не должен естественно идти на поводу, но и понимать, что ты ну или критику получишь, или даже вот такой может быть, к сожалению, печальный исход. Ну вот вы как-то сказали, что кино дает людям надежду и показывает, как должно быть, а вот как вы относитесь к таким фильмам, как, к примеру, «Нелюбовь» Звягинцева, там, например, семья, которая там представлена, она не является, так скажем, примером для подражания, скорее этот фильм обличает проблемы современного общества, и едва ли можно сказать, что фильм дает какую-то надежду людям. Ну да, но у него это вообще, так сказать, такая тема, даже ту историю в Левиафане, где как бы была история, что американского фермера или кого-то там обидели, он взял бульдозер и снес всех к чертовой матери, отомстил. А здесь, получается, у него он полистории взял, то есть, как бы, как обидели, оскорбили, а, ну, как бы, русский человек все это съел, вот ему, так сказать, так и надо. И, на самом деле, ну, вот такие фильмы, ну, это его стиль, но поднимать это на такой уж щит и говорить, что это прямо уж такое произведение искусства, ну, не знаю, ну, не «Война и мир» и не «Калина красная», близко это выйдут одни старики, не подходит. А то, что, так сказать, действительно, это на международных фестивалях, ну, я был в Каннах несколько раз вот последние годы, смотрел программу, но она, на самом деле, настолько упала, и вот они в своих исканиях настолько все мрачные фильмы, что на их фоне «Звягинцы», может, и лучше выглядит. Хотя у нас есть и, конечно, возможности снять по-лучшему. Ну, вот Михаил Велер, который недавно был у нас в эфире, он сказал, я процитирую, «Русская классика депрессивна, она не вдохновляет, Онегин, Печорин, Чацкий – лишние в обществе люди, она карельно бросилась под паровоз, в преступлении и наказании убивают старушку, роман «Идиот» Достоевского, где главные герои, психопаты, содержанка – это вообще пара от уродов». И далее по тексту. Ну, вот, как раз ведь вот эта мрачность, которая присуща русской классической литературе, это ведь, наверное, в общем, находит отражение и у режиссеров, то есть это не какая-то новая история? Или вы не согласны с этим? Ну, конечно, не согласен, потому что, действительно, не втаптывать человека в грязь, на мой взгляд, нужно, а поднимать его и помочь отмыться, и, в общем-то, тот же роман «Преступление и наказание», там «Старушка убивает» это 10% романа, а потом это «Путь к Богу», о том, как человека совесть все-таки просыпается, и он осознает свой грех. И то же самое, так сказать, и «Идиот», ведь то, что там были у нас, так сказать, Женя Миронов, скачущий на одной ножке идиотик, совершенно не поняли, о чем Достоевский писал, который действительно говорил, что, в принципе, вот в истории существует три таких персонажа идеальных. Это вот Иисус Христос, Дон Кихот и князь Мышкин. И это действительно идеальный человек, который попадает в больное общество. А ключом, как он говорил, являются слова Сервантеса в послесловии к Дон Кихоту, что вот такого человека на самом деле Дон Кихот не было. Но я точно знаю, что вот жил Дон Кихоне Добрый, а добрый человек в наши времена выглядит как идиот. И в данном случае Мышкин, он нормальный человек, да, у него есть болезнь, но он-то как раз чистый, а вот общество больное. Вот Пырьев в своем фильме немного показал, хотя это было достаточно театрально. А здесь вот в сериале убордка, ну вот такой хороший стоит Смирнов, он расслел девочку 14-летнюю, и такой прям стоит непонятный, за что Чурикова ругает мужа, который тоже тут же ее покупает, Настасья Филипповна. То есть вот у меня это, конечно, то, что люди суть не понимают, и то, что Виллер это не понял, ну не знаю, это его личное мнение, но на самом деле вот это очень светлые романы и идиот, ну Анна Каренина, конечно, там художественный образ, но чтобы потрясти зрителя, чтобы он задумался о том, как женщине тяжело, любящей женщине было в то время, он ее под поезд бросил. Ну, естественно, это в жизни никому не желаю, но, конечно, эти художественные приемы, они потрясают и говорят о силе любви, о силе духа. Да, у нас есть звонок еще радиослушатели с нами на связи. Здравствуйте. Я хотела вот что спросить, вот ваш фильм о мастере, потом был фильм «Ви», еще какие-то мистические фильмы, и вот ходят про них разговоры, что после этих фильмов у людей судьба очень изменяется, у тех, кто принимал участие. Кто-то из артистов заболевает тяжело, кто-то умирает, кто-то еще что-то. Типа того, что темные силы все-таки не дремлют и не том спят, не то что. Как вот ваше мнение, это просто совпадение или на самом деле что-то происходит. Спасибо. Спасибо вам. Ну, к сожалению, несчастье происходит и с людьми, которые не снимают ни пиковую даму, ни вей. и в данном случае, конечно, это скорее совпадение, потому что тонкий мир существует и коровьевские штучки, конечно, иногда преследуют и меня, ничего не могу сказать. Но в целом, конечно, к сожалению, несчастье случается и с теми, кто не занимался этими. хотя, да, вот ходят слухи, что Макбет, пиковая дама, такие вещи, которые, в общем-то, если ты не силен духом, то лучше не трогать. Вот Анна Самохина, которая играла в вашем фильме «Воры в законе», вот как раз у нее достаточно трагическая судьба, она ушла молодой, вот эта история тоже иногда как раз называют такой мистической отчасти. Как вы ее можете прокомментировать? Ну, с другой стороны, конечно, она прожила такую плотную жизнь, что обычной женщине, вернее, на пятерых женщин бы хватило, я думаю, даже та короткая жизнь, настолько яркая, настолько она действительно и сыграла замечательные роли, и пела, и мужей поменяла несколько. В общем-то, вот эта насыщенность жизни, конечно, тоже, вот, или там Александр Абдулов, допустим, ну, вот, рано ушедший, ну, вот, они настолько спешились, торопились жить, что, может быть, это, конечно, сыграло какую-то роль. И в данном случае, конечно, она очень хрупкая оказалась, вот, к ней подходит тоже выражение, как о Мерлин Монро, вот, когда пел Элтон Джон, свеча на ветру, действительно, очень хрупкая, но очень яркая, то есть, она вот вспыхнула, и, к сожалению, конечно, мало прожила, ну, тут я говорю, не о мистики дело, может быть, а именно то, что она очень спешила жить. Ну, а фильм «Воры в законе» о коррупции и организованной преступности в СССР, по воспоминаниям очевидцев, фильм затронул такие крайне актуальные темы тех времен, и для работы над фильмом, вот, вам приходилось общаться с людьми непосредственно из криминального мира, чтобы погрузиться по-настоящему в эту атмосферу, или как это было? Да, именно так и было, потому что, когда я собрался снимать и приехал в Абхазию, я был абсолютно уверен, что это чисто художественное произведение, которое Искандер написал, но на нашем материале, рассказ так и назывался «Чигемская кармен», но когда я увидел, что на самом деле там и милиционер, который стрелял, там и бармен, который есть, а девушку, к сожалению, отец застрелил за непотребное поведение на самом деле, и вор в законе, он сидит в тюрьме. Ну, попросили, так сказать, поприсутствовать на допросе, посмотреть, что же такое преступник. Когда, так сказать, вошли двое связанные наручниками, один достаточно тщедушный, а другой огромный человек, но я подумал, ну, наверное, громила, это и есть преступник. Оказалось, наоборот, вот этот вот 35-летний Юра Лакоба, который держал всю Абхазию в руках, оказался действительно вот этим вот человеком. Причем, ну, дедушка его основатель милиции, как мне объяснили, Абхазия, и, так сказать, висит портрет дедушки основателя милиции, а тут же сын, то есть внука, который держит совсем с другой стороны. И по разговору я, в общем-то, увидел, что это очень умный человек, но с перевернутой моралью, то есть, как бы, ну, убить соперника, противника, ну, если надо, то есть, это нормально, то есть, как бы никаких христианских заповедей или припон там не существовало. И, конечно, тут же они узнали, о ком будет сниматься, сказали, да вы что, он настолько у нас популярен у молодежи, что после вашего фильма его только первым секретарем обкома ставить. И запретили снимать, мы тихонечко уехали в Ялту и снимали под названием «Чигемские рассказы», и потом только прокатчики поменяли нам название, вот на «Воры в законе», сказали, что это будет более прокатное название, на самом деле, фильм просто побил все рекорды кассы, и мне говорили, что там в первый год прокат, там уже заработали прокатчики на рубль вложений, 100 рублей прибыли. Очень, так сказать, эта тема, которая не раскрывалась никаким образом, а народ, в общем, тогда очень-то стремился узнать правду, которую долгие времена скрывали от нас. И, действительно, еще и роль, конечно, Анны Самокиной, которую зритель сразу полюбил, и, ну, в общем, все сложилось для того, чтобы получить зрительский успех. У нас есть звонок, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я вас зовут, очень нравится Мэл Гибсон, как режиссер, даже, наверное, больше, чем артист, и вот у него есть замечательный фильм по зову совести, по, по-моему, адвентисте, который, не держа оружие в армии, значит, стал санитаром и вынес там на Окинае, по-моему, то ли 50 человек, то ли 70 еще. Поразил фильм, но еще больше меня поразила история, когда я в этом году ехал по М9 транса Балтия, возвращался в Ригу, и там стоит такой щит, что санитарка в этом месте спасла 85 раненых, вынесла с поля боя, то есть там мужчина, а здесь женщина. У вас вообще нет желания снять фильм вообще об этом подвиге, потому что понятно, что американцы все это пиарят, очень здорово, но вот такой очень поразительный факт, то есть как может маленькая женщина, там, 19-летняя, вытащить с поля боя 85 человек, это вообще просто невероятное геройство, причем ее даже не наградили, у нее не было героя, я забыл фамилию, ее не наградили даже героем Советского Союза она не была, спасибо. Спасибо вам. Ну, потрясающая история, я, к сожалению, по этой трассе не ездил и не видел вот этой информации, обязательно изучу, мне очень это понравилось, с одной стороны, с другой стороны, у меня как бы к вашей земле тоже особое отношение, у меня дед в 44-м году погиб при форсировании до Угавы, их похоронен под Ригой, и я, если бываю, то всегда навещаю, спасибо, кладбище в хорошем состоянии находится, и в этом смысле я, как бы так сказать, как раз очень хотел бы снять действительно и в память о деде, но если будет вот такая история о девочке, может быть, кто-то ее уже литературно написал, я постараюсь узнать, спасибо большое за идею. Еще звонок у нас, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Константин, ваш гость уже так скользко упомянул, по поводу Армагеддона, там, и космонавта в Ушанке, как раз хотел на эту тему задать вопрос, Голливуд, ни для кого не секрет, да, осуществляет культурно-идеологическое прикрытие внешней политики США, ну, сто процентов, конечно, есть различные направления фильма, но в большинстве, оставим, за последние 30 лет фактически нет ни одного голливудского произведения с достойным отзывом или изображением России в частности, русских в частности, чего-либо относящихся к русской культуре. И наоборот, российские фильмы, которые вы, опять же, перечисляли, Звягинского, Левиафан, и вот «Любовь» сейчас то, что вышло в большинство остальных фильмов, это такое самокопание, выпячивание российским кинематографом, своих болячек во внешний мир, возят это в Канны, выставляют это на Оскар. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос, чтобы гость мог просто прокомментировать ответственность. Да, вопрос следующий, не видите, там диссонанс, что кинематограф для внешнего мира должен был бы наоборот формировать успешный и культурный образ страны, а не выпячивать какие-то свои болячки, по примеру, Голливуда, как они это делают, чтобы российский кинематограф принял в принципе на вооружение. Спасибо. Спасибо. Ну, вы правы в том, что ну, в общем, голливудская схема, сценария такова, что есть всегда герой и есть вот антигерой конкретный, с кем он борется, либо это стихийное бедствие, землетрясение, либо действительно какой-то человек. и после мировой войны это были немцы, даже вот вспомните, там, кошмар на улице Вязов по фамилии, Крюгер персонаж, и, в общем-то, белокурые бестии были врагами, но потом как бы пошла политкорректность и как-то черные теперь значит, хорошие, мексиканцы хорошие, и в результате в последнее время остались только враги у них, это арабы и мы, но еще Северная Корея местами и как бы мы не хотели, но это у них есть, им нужны враги. Другое дело, что надо действительно либо категорически заявлять, как там черные или мексиканцы, что не трогайте нас, мы тоже хорошие, либо действительно делать такие фильмы, как вы правильно говорите, которые не то, что, так сказать, показывают, что Россия это большой мусор, и больше ничего, и люди здесь, так сказать, черви, которые там копошатся в этом мусоре, еще, так сказать, действительно, другое меня поражает, что именно такие фильмы, тем не менее, поддерживаются Министерством культуры, еще, наш Оскаровский комитет выдвигает их именно только на Оскара, причем он ничего там не получает, но из года в год только, так сказать, Звягинцев, больше у нас никого нет, а на самом деле хотелось бы, вы абсолютно правы, рассказывать о достойных людях, но это не всегда получается, с большим трудом снял фильм о королеве, хотя, казалось бы, один из выдающихся людей 20 века, и сейчас, в общем-то, не так просто продвигают другие проекты, а вот такие, или там перепевы с американских комедий, или там глупые какие-то комедии, это пожалуйста, в общем-то, конечно, то, что происходит у нас с культурной политикой, вызывает только больше вопросов, чем, да в данном случае вы правы, но пока я бы с удовольствием снимал фильмы о наших героических подвигах и о наших достойных людях, а вот об этих червях мне даже не то, что смотреть, вообще даже где он еще их находит, таких персонажей, это называется, вы ведь хотели, даже мечтали снять остров Крым по Аксенову, но не получилось, да, как я понимаю? Ну, тогда не получилось, потому что он уже продал в Голливуд права, и как бы не пытались, я к нему в Вашингтон ездил, очень многому, чему у него по жизни научился, замечательный был человек, мы очень дружили, но так выцарапать я и не смог, и вот, чтобы не терять время, как раз и начал снимать «Мастера и Маргарита», но в целом, конечно, очень жаль, но теперь это уже, может, не так актуально, пожалуйста, идите и делайте, что хотите в Крыму, так сказать, развивайте его, пусть Симферополь будет городом небоскребов, действительно, это совершенно величайший курорт, но пока, к сожалению, этого не происходит. Ну вот Вас, как и многих других известных российских личностей, за поездку в Крым внесли в украинский сайт «Миротворец», насколько я знаю, но Вы даже гордитесь этим? Ну не то, чтобы горжусь, но во всяком случае, когда меня пригласили в прошлом году председателем жюри кинофестиваля «Святой Владимир» в Севастополь, ну я не понял, почему я должен отказываться, с одной стороны, а с другой стороны, вот так вот, если я говорю по-честному, это как раз в Украине в 1954 году Хрущев просто так украл у России Крым, и то, что это вернулось, это восторженствовало с одной стороны справедливость, а с другой стороны, люди там и никогда не хотели жить по бандеровским законам, которые сейчас там всю Порошенко, значит, внедряют. И, конечно, я считаю, я видел очень в этих летом тоже был там много машин с прибалтийскими номерами, с украинскими, это доброжелательное место общего отдыха, немцы туда опять все равно ездят на своих, так сказать, трейлерах, и я не думаю, что вот вот эта позиция, которую сейчас организовали, блокаду Крыма, куда они сейчас не заходят, ни корабли, ничего, она продуктивна, и то, что я, говорю, поехал председателем жюри, это была честь для меня, и я не считаю, что я сделал что-то такое плохое, а Украине достаточно, я думаю, в общем-то, понять, что это действительно была всегда часть России, и которая не говорит, что вы сюда не ездили, чтобы вас не видели, очень много украинских машин, люди спокойно ездят, и, в общем-то, плюют на вот эти запреты бандеровского руководства. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим наш эфир, у нас на прямой связи в течение часа был российский режиссер Юрий Карр, спасибо вам большое, что нашли время и вышли с нами в эфир. Спасибо, что пригласили. Эфир проведем на Смирново, меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев, я с вами не прощаюсь, впереди программа «Диагноз недели», оставайтесь с нами. «Диагноз недели»